Вот руководитель мастерской, пожалуйста, представьтесь. Я заведующий сектором реставрации резных икон и деревянной полихромной скульптуры. Чемленко Виктор Яковлевич. Очень приятно. Мы над этим древнерусским памятником работаем с самого начала, как было уже сказано с 1998 года. Потому что прежде чем приступать к собственной реставрации памятника, нужно было провести большую подготовительную работу, нужно было сделать описание сохранности этого памятника, включавший в себя примерно 230 деталей. И, соответственно, эти описания сохранности должны быть достаточно подробными. Мы должны описать состояние сохранности этого памятника до реставрации. Мы должны были выполнить все обмеры этого памятника. Это для нас было очень важно, потому что речь шла о частичном восполнении деталей, которые... Ну, речь в данном случае, так сказать, идет о главках и коронах, которые, по нашему, так сказать, мнению, при экспонировании этого экспоната должны были, как бы, визуально держать верхнюю, так сказать, линию, чтобы памятник, так сказать, вверх... Смотрелся, будем так говорить, да? Ну, верх памятника не был бы с пробелами, то есть с утратами. И решено было эту, так сказать, линию восстановить. И в данном случае речь, так сказать, идет о... Вот это вот заготовки от трех, так сказать, у трех каруан. И вот если, так сказать, видите, вот они очень здорово, так сказать, похожи. Вот это вот кладки, это вот заготовки, заготовки, так сказать, для восполнения. А это липа? Это, да, все сделано, так сказать, из липа. И памятник, так сказать, оригинальный весь, согласно ксилотомической экспертизе, так сказать, выполнен, так из липа. За исключением, так сказать, двух, четырех столбиков, которые выполнены, так из дуба. Это, поскольку они, видимо, держали на себе, ну, основную тяжесть этого памятника. То есть довольно-таки должен быть прочным, потому что если две лестницы, потом помочь... На стил был, и, соответственно, сказать, и, конечно, чтобы удерживать всю эту скотяжесть, четыре столбика были выполнены, так сказать, из дуба, поскольку он более прочен, и, соответственно, сказать, способен выдержать, так сказать, больше нагрузки. А вот еще такой вопрос. Вот гордились там без единого гвоздя, то есть все это тоже было без гвоздей? Нет, но вы знаете, собственно, все деревянные детали были действительно, так сказать, собраны, так сказать, без гвоздя, путем соединения в пол дерева, в шип. Но здесь, как я слышал, мне было сказано о том, что памятник в двух уровнях соединялся с стальной, так сказать, полосой. И вот эта стальная полоса, она, конечно, закреплялась кованными гвоздями. Это единственное, это единственный, так сказать, гвозди на этом памятнике, но удерживающий именно стальную, так сказать, полосу. Спасибо большое. Ну, я не буду вдаваться в подробности, но так понимаю, что кроме этой работы, естественно, за это время вы выполняли много других работ, конечно. Много, много, конечно. Конечно, не только этим занимались, чтобы слушатели наши не думали, что вот это все идет с 98-го года, только это безусловно. Нет, 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 за это время, нет, конечно. Это работа, у нас есть соответствующий, так сказать, план, и кроме основного экспоната, он включал в себя, в общем, большое количество экспонатов. И эти экспонаты, как правило, так сказать, всегда были представлены на выставках текущих организмов. А, ну да, то есть вы время от времени вы выставляли на выставке, что тоже влекло за собой подготовительную работу. Безусловно. Потом работу по демонтажу того, чего не надо было туда, да? Самое последнее наше отвлечение от реставрации основного, так сказать, памятника, это вот мы подготовили большую выставку персональную Степана Эрзи. А, да, 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 она сейчас идет, да, в Михайловском замке. Да, да, от нашей мастерской это было 27 экспонатов, то есть наряду с этим мы готовили реставрации. Их тоже надо было подготовить. Да, надо было подготовить, да. Да, спасибо большое.